Окна меняют у нас в подъезде. Это замечательно. На первом этаже рамы стоят окна меняют у нас в подъезде. Оно и тут, а тут окна стоят везде окна. Так, Палыч мне позвонил, сказал, что какое-то объявление повесили. Нам тут надо посмотреть. Ага, точно. В средстве с возрастом ремонтных работ капитального характера по замене трубопроводов на снабжение в подваре вашего дома с 5-го, с 9-ти до окончания ремонтных работ будет отключено водоснабжение. Просим сделать необходимый запас воды. С 5-го. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 3-е? Или какое? Сегодня 3-е. С 5-е. Воскресенье, что ли? Понятно. Ясно и понятно. Он говорит, какое-то объявление вешают. Посмотри, говорит. Мужик ходит, развешивает. Набери воды, наверное, воду уберут. Вот я воды набрала, конечно, там пару кастрюль. Ну, у меня всегда в запасе есть 10-литровый бидончик там, да, 5-литровый. Так что, да. Все, у нас как зима, так начинается, Палыч, ты что, меня не хочешь с собой взять? Да поехал. У нас начинается как зима, так ремонт у нас, да, Палыч? Что? Окна вставляют, да? Да. Тепло будет. Тепло будет. Курители будут еще больше курить. Табак еще больше будет там нести в квартиру. Ну, теперь-то точно надо над дверях им краской написать там штраф столько за закурение. А я уже им вывешивала объявление, им по барабану за курение. Ой, господи. Всем привет, дорогие мои. Мы поехали в банк. Вчера мы не попали в банк, приехали, был закрыт. Сегодня с утра едем. Ну, не совсем с утра. Какое уже утро? Уже день без 15, без 15 час. Половина дня прошло. Да, ну, ладно. Поедем, сделаем свои дела, которые нам надо сделать. Ну, вот. Банк сходили. Сегодня морозит опять у нас. 9 градусов, по-моему. Зайду сейчас пятерочку. Надо хлебушка купить, хлебушка купить. Да, ветерочек такой прохладненький. Снегу нет у нас. Представляете, ребята, снегу вообще нет. Не идет снег. Вот как нападал первый, и все. Больше и снегу не бывало. Так странно. Более чем странно. Так пошла в пятерку. Не буду брать телегу, наверное. Что-то мне одного хлеба надо. Если я, конечно, еще чего-нибудь не нахапаю. Еще чего-нибудь не нахапаю. Яблоки есть. Хурму тоже еще не доели. Груша еще лежит деревянная. Так, что-то я еще хотела посмотреть. Заморозки. Тесто хочу еще слоеного посмотреть. Так, что тут, что тут, что тут. А, тут мороженое. Пельмени, бульмени. Пельмени, пельмени. 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 Руботки, сапатки. Котлетки, мафлетки. Тесто слоеное. Тесто слоеное. Дрожжевое. Я хочу без дрожжевого. Ну, сейчас, ребят, посмотрю порой. Приехали ребята в светофор. Я сижу, пока тут ходила еще. В тот и сел магазин заходила, не поснимала. Потому что все в торопях. Тут бегаю, тоже нажимаю. И что-то нажала в телефоне. Короче, обновление нажала. И у меня пока телефон обновлялся. Я сижу, телефон-то обновляется. Сижу, ковыряюсь. Подъехали с фетофором. Я говорю, что сидишь-то? Иди давай. Я говорю, подожди. Телефон у меня обновляет. Ух ты. Как-то все переделали по-другому. Здесь раньше был проход. Теперь прохода нет. Проход закрыт. Проезд заперт. Ух ты. Я давно не была здесь. В светофоре-то. Все поменялось. Все поменялось. Пойду, надо мне корицу. Имбирь еще Палыч попросил. Корица у меня закончилась. Имбирь у него заканчивается. Пойду сейчас на воздух специи. Мне что, не надо больше нам? Ничего, уже никуда не захожу. Не шастаю, не смотрю. Потому что надо, не надо. Опять что-нибудь нахватаю. Надо. Надо делать, знаете, как по-умному. Я знакомая одна. Она говорит, я никогда с карточкой не хожу. Я, говорит, снимаю там, допустим, говорит, посуда. Вот как опять не постоять, не посмотреть. На неделю... Ой, как пролезти тут между коробками. Ощущение, что он стал короче. Магазин меньше. Как уменьшился, все по-другому. Раньше вот здесь специи всегда были, стояли. Теперь нету. В общем, ладно, не рассказала. Она говорит, я снимаю там на неделю две тысячи, допустим. И хожу с этими деньгами, говорит, магазин. Не с карточкой. Потому что с карточкой там сколько денег на карточке, уже не глядя. Дрын-дын-дын, то покупаешь, то покупаешь. Правда, магазин как-то стал меньше. Такое ощущение, я ничего не понимаю. Как он мог уменьшиться? Или я выросла? Увеличилась. Теперь я не знаю, где специи лежат. Опять надо спрашивать. В общем, вот так вот. Она говорит, я стараюсь не тратить. Вот она одна, конечно, живет. Вон, по-моему, специи нашла. Говорит, это. И вот две тысячи на неделю. И стараюсь будет укладываться. Конечно, всякое бывает, что я не укладываюсь. Ага, 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 о, 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 о. Ой, паприку мне еще надо. Вот, вспомнила, видите, увидела. И надо мне еще прованские травы для маринования. Сейчас, в общем, короче, ребята, посмотрю, что тут у них есть. Значит, что тут у них для румяной корочки. Универсальная приправа к шашлыку, к ребрышкам. Черный перец травы Греции. Посмотрю, что за травы Греции. Приправа для плова. Трава. Ой, разъехаться, пожалуйста, проходите. Это вот тут все что-то у них тесно. Не пройтись, не разойтись. Все что-то заставлено. Еще вот столько навезено, что еще даже и полки не загружено. Все стоит в упаковках. Так, ладно, ребята, буду смотреть это тут. Не вижу чеснок. Это что? Смотри, я не вижу здесь специи-то. Перец. Ну, как не вижу? Перец вот это тоже специя, конечно. Скорее всего, что корицы, наверное, нет. А, вспомнила еще крахмал мне нужен кукурузный. Вот, увидишь и вспомнишь. Ничего в светофоре нет. Ни того, ни другого. Ни корицы, ни имбиря. Поедем тогда еще в Союз, сейчас зайдем. И в Магнит. В чем я сомневаюсь, и в Магнит зайду тогда. А потом пойдем, зайдем в Петровске еще заедем. Там я брала крахмал мне еще надо, и приправы мне надо. Я вспомнила, когда увидела эти приправы. Вода ничего нет. Мороженое я только купила. Палыч, мороженое тут у них вкусное. Купи. В рожке не было. Я купила лакомку. В шоколадной глазури. В глазури. Никуда тут, куда ты. Ой, выйдет сейчас. Сейчас тогда зайдем в Союз наш. Разлюбезный. Посмотрим дальше что. Ничего так нам не надо. Только чисто по специям вот надо мне. Походу и здесь нифига нет. Все уже посмотрела. Уже до сухов дошла. Супы, супы. Каши, малаши. В приправах посмотрела, ничего нет. Чего-то все. Куда пропали приправы-то? Ладно, больше ничего смотреть не буду. Больше ничего мне не надо. Смузи. Ну, все уже здесь пошло не то. Ну, ладно. Пойдем в магнит. Пошла в магнит. Глазди-ка, глазди-ка. Корица. Сейчас вот там посмотрю корица. Тут я нашла какую-то корицу. Вот. Вот он. Господи, думала, тут стекло. Так, сейчас дотянусь, ладно. Куркума, перец, черный смесь перцев. Что-то я не вижу. То, что он просил у меня. Видите, что я нашла? Паприку нашла. Такие дорогие специи. Обалдеть, одуреть. Поедем, Палыч, в аптеку. За бесплатным лекарством поедем. Успокоим душу. Бесплатного лекарства сейчас не выдадут. Все, никуда больше не пойдем. Купила тут. Ну, имбиря твоего нет, к сожалению, нигде. То, что хотела, тут нашла. То, что не хотела, еще взяла. Бестолковые какие школьники и дети. Да уже подросток такой. Ну, может, длинный просто вымахал. Не знаю, какой класс. Бежит через дорогу. Нет пешеходного перехода. У нас тоже здесь неправильная дорога сделана. Такой перекресток у нас здесь. Автобусы ходят. И вообще, такой насыщенный движением пешеходным. И нет, хотя бы зебру нарисовали. Но мы, конечно, всегда останавливаемся. А тут он шел, вдруг побежал. А мы уже ехали. Господи, и в телефоне. Нос в телефоне бежит. Не смотрит по сторонам. Капюшон надведут, надернут. Так хотелось выйти, напинать подсадницу ему, честное слово. Вы не боитесь сами-то. Так, остановись, я выхожу здесь. Моя станция. Станция аптечная моя. Выхожу. Вот не думайте вы о себе. Да ну, дети, научите своих детей. Учите, что надо посмотреть. Машины, даже на пешеходном переходе. Посмотрите, остановилась машина или нет. Подожди, пакет возьму. Пакет. Ай, елки, Палыч, сумку не уронила. Так, давай, все, Палыч, поезжай. В общем, научите своих детей. Всем прямо это же ужасно. У меня так вот чуть, знаете, не выпало. Все, ну трое из меня не вывалилось. Не будем называть поименно, что там могло из меня вывалиться. Ой, пошла, короче, в аптеку еще. Завершающий. Скачок, прыжок, этап. Так что. Ну, как быстро шуруют, ребята. Какие молодцы. Мы выехали. Первый подъезд был поменен. Да, уже. Ну, вот в нашем подъезде уже они снизу и сверху, значит, идут. Уже все этажи. Один этаж остался. Один, так, второй, третий, четвертый, пятый остался. О, какие молодцы. Их там вверху трое, по-моему. Ну, вот, будет у нас теперь тепло в подъезде. Смотрите, какая красота. Долго ли мы ездили? Ну, час мы ездили, да? Ну, пусть полтора. Они все уже... Там окна только меняли еще у нас, вот там, наверху. А уже все. Ну, вообще, ребята, конечно, реактивные. Молодцы. Что-то делается за счет нашего капремонта, за который мы платим. У нас счет на свой... Ну, насчет дома. Ну, ладно. Это радует. Да, да, да. Палыч говорит, вон, сколько дров, сколько косяков. Вот это все бы увезти на дачу, на дрова бы. Неужели летом, говорит, меняли окна-то? Смешно. Да. Не говори, сухие, жаркие. 45 лет косякам. Так что... 50 уже. Смотрите, какой гололед. Вот Палыч сейчас чуть не упал, шел со своей клюшкой, подскользнулся. Ну, невозможно. Хоть бы снегу, что ли, выпало. Елки-палки. Где снег-то? Куда снег-то ушел? Открывать, говоришь? Да что ты, Палыч, постой, давай, держи. Ну, что, ребят? Турная голова ногам покою не дает. Выписку из банка забыла. Конечно, там сзади положила. Пришлось спускаться обратно, открывать машину. Палыч славит ее, чтобы она заводилась. С лентяйки. Я-то, конечно, сейчас уже открою. Она уж, конечно, не заведется. С лентяйки. Ну, что делать? Мне надо забрать. Вон она лежит, голубушка. Полеживаться. Вот, открылась куколка моя. А, сегодня бесполковые покупки. Хотела показать, конечно, я не это. Ну, ладно, покажу и это. Вот, видите, купила Мирелевский шоколадный ломтик. Ну, как он, тортик или пирожное не могла удержаться. Мирелевская продукция. Мне очень нравится. Ну, 189 рублей, по-моему. Ну, хочу попробовать. Так. Купила французские травы для маринования. Корица. Молотая, дорогая, ребята. Корица 70 граммов. Что, Релес? Ой, какие 70, 45, 25 граммов. Всего лишь 73 рубля. Дорогая паприка. Не помню, что это паприка. Так, еще что. А, купила еще овощи замороженные. Леча. Вот. Твой, ребята, телефон звонит. Так, зачем я остановилась? Голка позвонила. Я вчера звонила вечером ей. Она не ответила, что не перезванивает. Так, далее пошли. Такое, ничего, все бессилковые такие покупки. Крахмал вот купила. Упаковочку. Весель варила. Уже кончился тот у меня. Так. И купила вот хлеб. Специально пошла в пятерочку. Там нарезаны, ой, ее у них. Житое. Что-то поменять немножко надо. Что-то поднадоел. Хлеб хоть вкусный. Но, думаю, сменить часы на трусы. И купила слоеное тесто. Вот такое, как мне нравится в рулоне. Я всегда пользовалась вот таким в рулончике тестом, да. Вот это мне не нравится. Я в прошлый раз брала. Ну, как, пластами. Я люблю такое. Ристория какая-то. Тесла бездрожжевое. Купила. И Аллач попросил мороженого. Купила два мороженых. Нескарашон немножко поставили. Как они называются? Вот. В общем, забыла, как это называется. Напишу, если вспомню. Вот. А хотела я показать вам совсем не то. Хотела я показать. Сейчас покажу, что хотела я вам показать, ребят. Пойдете в обморок. Вот сколько таблеток мне выдали на три месяца. Вот это я должна употребить за три месяца. Вот такую горло. Вот такую кучу. Где же тут будешь ты здоровым человеком? Вот мы одно лечим, а другое калечим. Так еще двое таблетки я не выписываю, потому что от одних мне сахар сильно роняют от диабета, а вторые у меня кардиологически от сердца упало от них давление. Я боюсь. Я вот попила и говорю, что буду выписывать? Зачем они будут у меня охламиться-то? Я ему говорю, мне не выписывайте их, пока оно тоже еще бесплатно. Еще бы сюда шесть упаковок добавилось. Вот это на три месяца. Но это немыслимо, за три месяца вот это все. Я съем, конечно, все. Что делать? Я вынуждена это съесть, потому что это жизненно необходимое, жизненно важное лекарство. Но что делать? Вот полоски для измерения сахара в крови. В общем, тут все. От давления здесь в основном и от диабета. Вот это лекарство. Ну и сердечный там еще у меня препарат, но вот такие дела, вот такие пироги. Ешь не хочу.